привет с вами варчик и это первый обзор такого вот боя по игре player анонс battlegrounds посмотрим что этот наиграл высаживаемся в починки как обычно в правый верхний домик очень мне нравятся такие домики потому что тут есть два этажа балкончики ну и нравится мне эти домики потому что много вариантов того что можно сделать и если тут есть враги то можно придумать как обойти там или обижать спрыгнуть там слезть со второго этажа или как-то подойти с неожиданной стороны ну и просто люблю когда есть варианты для действия обычные домики там ну принципе чё ну максимум два этажа там и комнаты и все никаких особо таких вот вариантов для действий там нету обычный там прямолинейные какие-то находим дедовский дробовик на крыше пистолет коллиматор красный тут я решил поприкалываться с дробовиком в принципе этот бой это просто вообще как ни странно я давно не играл в player анонс battlegrounds и увидел что у меня обновлю ну видеокарта хочет обновиться точнее драйвера nvidia я думаю ну пускай обновляется обновил и смотрю в списке игр добавилась игра player анонс battlegrounds думаю ну все это оптимизация там час fps миллион будет это просто будет вообще супер ну и зашел потестить выбираю с домика иду к дороге там обычно есть машина так она есть вон наша машина ну и в принципе эта катка это тестирование так сказать fps а еще что очень интересно то что в стиме показ счетчиков fps а включен но он почему-то не работал не знаю почему также еще включил fps в shadow play и которым я принципе записывает этот видос но он тоже не записался обычно shadow play записывают свой счетчик fps а но в этот раз не записался поэтому fps никто не видит но скажу вам что fps у меня в районе от 90 до 115 ну так грубо говоря в среднем забываем ставить автоматический огонь на юмпи я вот чуть не забыл забираемся на вот эту вот церковь и начинаем по ней бегать собирать тут всякие плюшечки и слышим 1 1 мясо которое подкралась к нам только я насобирал более-менее юмпи тут нахожу кар ну конечно же юмпи сразу в топку и берем кар заряжаемся врага я уже потерял где он там находится но скорее всего на где-то обходится сбоку и я так предположил что он пойдет влево потому что справа буарок не такой высокий и скорее всего будет видно что он пошел направо поэтому я перебираю вот такую вот комнату нахожу здесь еще увеличенный магазин на калаш слышу врага и вижу он просто бежит под меня я выставляю все и на зажиме даю ему голову все что все же успел пока он не упал спускать быстренько пока мушки не слетелись собираем все шлемы бустики и патрончики также поменяем калаш на scar потому что это будет оружие на два разных типа патронов и мне до конца боя хватит всех этих патронов и всего этого оружия даже если я больше ничего не найду принципе такая вот у меня мысль в это время было заново забираюсь наверх и буду осматривать свои владения вообще эта катка какая-то честно говоря странная была во первых я долго не играл во вторых я просто зашел потестировать в третьих я наушники не воткнул в переднюю панель чтобы у меня был объемный звук то есть еще играл с упоротым звуком по сторонам я плохо слышал и при этом при всем ну раз вы понимаете что я сделал видос значит эта катка мне понравилась и результат будет ну по крайней мере нормальный пока я тут бегал по своим владениям прилетела жирная муха на трупик и принципе очень легко даю и в голову ускара вообще отдачи никакой нет по в отличие от калаша и прям очень кучно ему голову насыпал единственно шоускара урон поменьше но на нем у него и скорострельность получше решая скар поменять на эмку 416 не знаю я сейчас что лучше там в игре вообще только на догадках все строится шоу лучше шоу хуже сейчас уже мне кажется не сильно роляет стабилизация скара и такая вот контроль отдачи который почти нет но не знаю каждому короче свое здесь божественная езда ну какая еще может быть езда в этой игре только божественное лучшее тупо лучше я не знаю вообще откуда они взяли такую физику машину ехал ехал аккуратненько притормаживал через холмики и перевернулся вообще непонятно на чем здесь у нас какой-то пассажир поехал который итогово потом обидится и начнет как обычно тут устраивать концерты но посмотрим что будет прибежал я сюда увидел мотоцикл возле дороги но для мотоцикла что-то и не добежал жду пока там что-нибудь произойдет и вижу что ничего не происходит начинаю бежать мотоцикл но тут начинается стрельба я понимаю что он стреляет впереди но что-то я проверяю все равно всякие укрытия потому что ну что-то я не верю что он просто в поле стоит стреляет у меня ну итогово сейчас ему в спину кто-то заберется вот и начинается там стрельба они там в домика где-то за бугром убиваются ну и по сути пока не убиваются я решаю пойти все-таки свой мотоцикл сделать своим пока он там стоит бежим к дороге за мотоциклом вообще мой план был сюда приехать не просто так здесь упал аэродроп и также здесь есть мост то есть два зайца одним выстрелом и мост и аэродроп если с аэродропом ничего не получится то я пойду поеду спокойно на мост но немного не доехал поэтому пришлось искать вот еще транспорт и двигаемся дальше насколько я понимаю здесь кто-то кого-то убил и я проверяю ну вдруг он подставится как-нибудь под меня я с удовольствием его убью и заберу принципе шмотки из двух челиков с одного и со второго но никто не подставился еду дальше аэродроп я так понял кто-то уже залутал кто уплывает на лодке немного притормозил перед холмом вдруг чё но ничего едем дальше здесь у нас сейчас будет опять божественная физика поворачиваю влево даже притормаживаю но мотоцикл несет вправо и я на такие вот буры залетаю и начинаю тут просто ехать уже думаю есть уже как-нибудь с как-нибудь я заезжаю еду дальше на мост и здесь когда к мосту подъезжаешь самое опасно это занял ли кто-то его уже до тебя или нет немного притормозил показать что здесь никого нету так и есть выбегаю смотрю если кто-то за следующим укрытием вроде никого нету посмотрел прицельчик никого не вижу но это не значит что там никого нет не забываем ставить автоматический огонь для ближнего боя то самое оно если никого не видно это не знает что здесь никого нет потому что он может просто стоять за этим вагоном точнее грузовиком и ты его никак не увидишь но слава богу здесь никого нету спокойно подъезжаю и жду когда кто-то подставится под меня слышу что кто-то на мосту стреляет залушителя и беру свой scar смотрю и реально там стоит чувак стреляет куда-то то ли он не видел меня то ли не знаю почему и он начинает бежать тупо на меня и мансовать в разные стороны я даю ему просто в третий шлем с и сэмки добиваю очень сложно попасть в человека который мансует туда-сюда но я соскара ему точнее с кара даю ему просто в жбан и сэмки добиваю у него достаточно тут такой нормальный лут и это принципе все что мне надо четвертый и 4 прицел всякие там бусты дупо эти саду пайки хотел сказать да да пайки ну короче все же все что плохо лежит все пособирал плохо что я ему разбил третий шлем почти полностью не стала выбрать оставил себе второй шлем третий шлем конечно хорошо но он почти там разваленный не захотел его брать залажу опять на свое место и начинаю тут пугать людей мне кажется сильно рано я стрельнула и он успел сразу испугаться и спрятаться за укрытием и себя очень дальше пропустил то я всем и его убил бы вблизи смотрю падал этими машинами там есть такая щель и я увидел что он вправо двигается по нам и принципе легко дал ему голову я давно уже заметил что на дальнем расстоянии если ты играешь со снайперкой то самое главное контролить уголок то есть укрытие кто контролит укрытие тот и стрельнет тут ящик как-то попал про пропал появился кто контролит поворот тот принципе и скорее всего убьет если нормально стреляет то есть я не сказал бы что этом прям бог стрельбы но попасть в чувака в голову который вылазит аккуратно довольно таки не сложно а а вот в того кто мансует того сложно но вот что я заметил еще это то что в ближнем бою тот кто контролит угол то есть вот так вот вылез наклонился от укрытия и смотрит это не преимущество наоборот хуже делает потому что в ближнем бою с чаще всего от стен от третьего лица мастера стен мастера третьего лица просто видят тебя вылазит и убивают голову а вот в дальнем бою наоборот ну принципе такая вот вещи заметил для себя здесь кто-то у меня стрельнул я там думал сейчас я как начну в лодке стрелять убивать там просто на километр но чё-то в лодку не убил еще кто-то меня стрельнул на мосту принципе никого не вижу последнее время очень часто не с моста стреляют если ты на мосту сидишь а сбоку любят пострелять я пока не нашел этого чувака где он у меня стреляет но принципе уже догадываешь где-то он с этой стороны стреляет но откуда не знаю вот он стреляет видно искры на земле здесь вот я ошибаюсь в принципе потому что очень близко его подпустил и не успел короче я ему нормально очередь дать сэмки если я чуть чуть раньше начал бы сэмки стрелять я думаю убил бы надо было быстрее м куда ставать уже стрелять скоро куда нибудь я не сильно долго выцеливал и поэтому пустил фрах вот я замечаю наконец-то он там челик возле камня тусуется насколько я уже понимаю он уже скорее всего сдох но просто хочу посмотреть что оно там такое я уже вижу что он дохлый валяется но это не значит что все просто так скорее всего тот кто его убил он где-то там в той стороне и находится поэтому инфа получено что там кто-то есть вот мы находим кто там есть даем через дерево урон и смотрим где он там дальше опять он мансующий туда-сюда чуваки в них очень сложно попасть тем более на расстоянии здесь он вообще решил остановиться и типа походу пострелять меня но я не знаю как я не попал в стоячего четко в него вроде стрельнул не знаю но потом когда он побежал я все таки его уже добил да и принципе он уже был не знаю он под мостом в этом плавал бы по воде мне кажется он уже был бы труп хотя если бы он выплыл бы с другой стороны моста и когда я двигался по зоне дальше вперед он бы мог у меня спину убить но я его завалил это хорошо теперь с другой стороны моста слышу выстрел пытаясь понять откуда в принципе понимаю что скорее всего это справа я так для для разнообразия посмотрел куда-то вдаль я уже увидел там он за деревом тусуется нажимаю кнопочку применить до паечки наши бустики и я не обратил внимание это был адреналин он долго применяется но принципе я не особо жалею что я его мазал именно сейчас в принципе он очень долго применяется и честно говоря мне не нравится начинаем здесь бахать в него ну и он немного двигается сложно попасть но на долю секунды он остановился прощай голова вот принципе еще в этой игре если остановился и против тебя человек со снайперкой то остановился минус голова а вот если ты двигаешься то в тебя сложно попасть не важно какая дистанция какой прицел у врага просто сложно попасть того кто туда-сюда дергается тем более с такими рассинхронами как в этой игре бывает тут я решил пострелять куда-то вдаль особо выше стрелять не могу потому что пор очень вверху мешает поэтому так вот и куда-то пострелял зона в принципе в этой катке благосклонна ко мне и я всего лишь просто передвигаюсь от укрытия к укрытию по мосту и этого достаточно чтобы оставаться в зоне здесь решаю закидаться всякими там бустиками и вижу чел лазит по камням ищу ту дырку нашел не попадая в голову удивительно но со второго раза попадаю это уже 7 фраг 7 фрагов не каждую катку делаешь принципе это уже более менее пойдет под пивко пойдет там еще кто-то бегает но по зоне уже по времени понимаешь и надо двигаться вперед достаем q одиночный режим включаю мало ли сдалека придется стрелять когда ближе подойду там уже автоматически включу ну и вот начинается то самое интересное топ-10 уже даже топ-9 самое интересное когда маленькая зона и уже не только какой-то здравый рассудок и хладнокровие и тактика но еще и адреналинчик и вообще самое интересное это когда в конце уже малюсенькая зона и ты начинаешь уже просто моментально что-то делать реагировать и как-то тащить пытаться добегаясь здесь до лодки ну и сейчас будет стрельба по воде это просто просто забей не знаю одного меня трудности со стрельбой по воде или нет но учет короче в воду я вообще не не могу не понимаю чё выше ниже или волны мешает я не знаю чайки может их на лету ловят патроны мои не знаю короче ну и начинается моя божественная стрельба по воде ну и глядя на повторе я вижу что некоторые патроны я даю немного с неправильного упреждения там или что такое но он там плавает и у него одна макушка торчит и что-то очень сложно попасть не знаю можно конечно там на какое-то везение это все списать но мне кажется просто как-то непонятно не настолько я четко стреляю чтобы попадать в эту маленькую макушку на воде я уже понимаю что надо двигаться в зону и этот чувак в воде он ничего не решает абсолютно но он здесь еще вылазит и пытается по мне пострелять но я так вот стреляю ну есть цель я в него постреляю окей фиг с ней но я уже понимаю что надо бежать в зону и этот чувак он вообще уже в катке ничего не решает будет тот решать туда бежит до зоны и как-нибудь там какую-то позицию займет достаем м-ку по мне идет стрельба времени уже думать ничего нету придется бежать как оказалось этот чувак стреляют с крыши пока я тут за деревом бегал ему не было видно меня нормально а мне его и мне кто-то помог не знаю мне кажется что вот именно вот эта помощь и за решала всю каточку эту просто кто-то его со стороны убил не знаю вообще откуда за зоной что ли он его убил но это было принципе вовремя не знаю убил бы ей я его или не убил но у меня хп уже была половина у него там торчала одна голова в принципе я зажал бы прям голову может быть бы убил но непонятно добежали до зоны зона остановилась прям на пол будки и ну я здесь уже особо не выбирал куда добежал туда там и я и нахожусь в принципе начинаю выкидывать лишние шмотки чтобы выкинуть третий рюкзак потому что ну зачем в конце уже рюкзак не нужен просто берешь патрону там две обоймы и принципе хватит остальное больше ничего не надо ладно что сковородка со мной сковородка всегда затащит катку выкидываем все лишнее гранаты патроны все это вообще не надо рюкзак 3 очень большого размера и если бы еще был бы какой-нибудь второй рюкзак там или 1 еще можно было бы его оставить подумать но третий рюкзак точно не надо такой здоровенный коробок на спине оттягать все выкинули лишнее и через зону добираемся за укрытие очень слабо она меня пока цело и здесь неравномерно код сет зона такими отрывками и мне кажется это иногда может сыграть как и на руку так и наоборот зона подгоняет двигаемся дальше под стенку тут заложу сижу смотрю сзади будет кто-то или нет мало ли там кто-то сидел тот кто сбоку убил чувака на крыше но никого нету понимаю что на бугре там кто-то сидит слева и справа забегаю в дом думаю с бугра буду смотреть кто там чё пока я забегал в дом все передохли остался один я и соперник но принципе один на один я понимаю что она где-то впереди за бугром в траве там или за холмом в ямке какой-то пытаюсь залезть повыше чтобы посмотреть где он там находится и хотя бы понять где он и потом уже думать что делать заложу на самый верхний этаж ничего тут не вижу ну и принципе планирую уже спускаться вниз встречать его потому что зона на мне и побежит он скорее всего на меня поэтому спускаюсь на этаж ниже чтобы было более удобно смотреть потом что там где находится тут еще такой балкончик есть и пара окон ну зона на мне сижу жду когда он там появится ну и как ни странно но последний чел который здесь вот против меня но вот он он просто идет потихоньку по бугорку приседи здесь какие-то непонятные в игре непонятные люки или шо это баги меня просто персонаж дергается ну принципе я кнопку зажал и убил его вот такая вот к . мне показали что самый последний чувак самый слабенький какой-то оказался он просто папа бабуру полос явно его месте быстро пробежал бы под дом и там уже начинал что-то делать но он какой-то стран вот такой вот бой пишите понравился ли вам такой формат видео с вами был арчик всем пока играйте красиво